Две минутки о себе. Родился в 61 году в большой семье. Пятеро детей. Родители крестьяне. С детства приучили к труду. Привили любовь к животным. И по жизни оно так и пошло. На протяжении всей своей жизни выращивал скот, свиней в личном подсобненном хозяйстве в больших количествах. Когда сократили до работе, занялся переработкой скота на колбасу. Раньше у людей были большие подворья, хорошее хозяйство. Всегда душа радовалась. Заезжали во двор, забивали скотом, допустим, пять бычков, пять свиней. Грузили на газель это все, вывозили, сдавали на колбасный цеха. Производили колбасу вареную, копченую и развозили по Ростовской области. На протяжении пяти лет я занимался этим. Скопил небольшой капитал, купил красивую иномарку. Но потом начала заходить колбаса низкого качества и очень дешевая. Мы вынуждены были этот бизнес оставить. И значит, что продали иномарку, не продали, поменяли на комбайн и МТЗ. И начали покупать землю. Один, пай, два, десять, двадцать, тридцать. Ну и в итоге, чтобы держать личное подсобное хозяйство и снизить себестоимость мяса, я решил производить свое зерно, кормовую базу. Все это мы сделали, достигли. После покупки в трехсот гектар начали продолжать скупать землю. На сегодняшний день мы купили паев в собственности где-то 3-300 пачни и гектар 700 выпасов. На протяжении всего времени я разводил крупнорогатый скот. Занимались подсосным стадом. Но после занятия 10 лет, слабая прибыль, реализация телят по низкой цене, меня это не удовлетворяло. Мы сдали все по голове и начали заниматься от корма бычка. Чем по сегодняшний день и занимаемся. Сегодня, значит, на откорм площадке больше, ну, тысяча-полторы тысячи голов где-то за год мы откармливаем. Процедура простая. Получаем своего бычка и закупаем в личных подсобных хозяйствах, фермерских хозяйствах. Что-то привозим с Хакасии. Бычок до 350 килограмм находится на выпасах. Стоят электропастухи. До 350 мы его доводим и ставим на откорм площадку. На откорм площадке производится заключительный откорм. Собственная комбикорма из своей пшеницы и очменя, ну, кукурузу покупаем. И берем добавку пурина 5 килограмм на тонну. Очень хороший эффект получается. Привес получается на голове, если скот породистый, до 2 килограмм. Если цементал или калмык, ну, вес поменьше, конечно. Или еще бывают молочные быки, тоже закупаем. Сейчас уже ничем не брезуем, потому что бычка последние годы недостаточно. И молочного бычка ставим на откорм. Они дают при вес поменьше, конечно, где-то 900 грамм в сутки при интенсивном откорме. И в итоге, после получения веса 550-600 килограмм, какая-то часть хорошего племенного материала продается на племя по всей Ростовской области. Остальное идет на забой мясокомбинатора Звильнинский. У нас заключен договор. На сегодня, вот с января месяца, цена поднялась трижды. Сдавали 420. Это в убойном весе мясом. На сегодняшний день цена поднялась до 465. Если с НДС, то 485 рублей. Цена очень привлекательная, интересная. Бык после откорма дает до 56% выход мяса на кости. Ну и хороший бычок в итоге получается 110-115 тысяч. Что мы имеем? Мы имеем на бычке хорошего бычка подсосанного покупаем 5-6 месяцев. Ну, в основном средняя цена за бычка, ну, в пределах сейчас 60 тысяч. Цена поднялась. Если в прошлом году мы могли купить за 45, в этом году за 60. Но нас это не пугает. Рентабельность неплохая. За 60 мы купили бычка. Полторы тонны вложили. По сегодняшним ценам 15 тысяч. Это 75. Плюс заработная плата. Амортизация техники. Ну и в итоге нам с бычка остается 1030-27. Вот такая чистая маржинальная вещь. На земле что мы сеем? Пшеницу, ячмень, немножко гороха. В этом году большую часть разнотравим засеяли. Где-то убрали с оборота гектар 400 уже. Пшеницу уменьшаем ежеводно. Потому что смысла ее сеять нет абсолютно. Личное подсобное хозяйство сейчас прекрасно себя чувствует. Они даже и не думают, чтобы сеять пшеницу. Там ее проще купить у фермера. Потому что с учетом пошлины пшеница в ячемне мы теряем огромное деньги. Через бычка это пропустить совершенно другая сумма получается. Ну вот вкратце вот такая история. Какие вопросы, пожалуйста. Расскажите, с навозом как вы... Навоз вывозится на край поля. Пять месяцев мы его можем хранить. Никаких проблем у нас нет. Россельхознадзор это разрешает делать. Через пять месяцев мы навоз разбрасываем по полям. Вся история. Никаких бетонных хранилищ. Ничего этого не имеем и не заморачиваем углов. У вас не штрафуют за то, что нет бетонного подскепки? Или у вас что-то есть? Это допускается по регламенту Россельхознадзора. Да. Пять месяцев мы можем хранить навоз возле поля. В чистом виде мы его не можем носить. Вот таким образом допускается. Код содержится в вольерах. Часть база находится под солнышком. А часть база крытая. Пятьдесят голов в каждом вольере. Пятьдесят, шестьдесят голов круглый год. Но он там находится пять-шесть месяцев, собственно говоря. А потом идет на сдачу. То есть в год и два они уже идут у вас на сдачу? В зависимости от породы. Ангуз дает, я же вам сказал, привес более ощутимый. И два килограмма геррифорд, кило восемьсот. Шарале два двести может дать. А калмык надо побольше кормить. И молочный скот тоже самое. Надо немножко вместо шести получиться семь-восемь месяцев. Но при сегодняшней цене на зерно все это допустимо. И затратная часть не очень высокая. Кормление, кормление. У нас нет сочных кормов, потому что они не нужны абсолютно. Сено, сено мы закладываем. И солома под пшеницей, солома под ячменя. А сено какое область? Сено луговое. Не сеяное? Нет, и сеяное есть. Ну там целый букет экспорцеты, люцерка. Да, да. Пять видов трав. Скажите, а пастбище у вас неудобие? Или это приходы для арсевого участка? Да, пастбище у нас балки неудобие. Загорожены электропастухами. И в каждом отсеке галопа 100 пасется, 150. Ну в зависимости или бык, или тёлка. Сегодня с бычком начинаются проблемы, поэтому мы начали тёлку откармливать. А вы пастбище подсеваете, да? Нет, нет. Там невозможно подсеять. Местность неровная. Хватает, да? Хватает, да. То есть не подкармливая из них же 350 килограмм, они у вас чисто пастбищное содержание? Чисто пастбищное содержание. Там расходная часть вообще минимальная. Скажите, пожалуйста, на пастбище какое количество квадратного метра? На одну голову 3 гектара. Это пастбище? Да, а лучше 5. Это вообще идеальный вариант. Это они, получается, пастбища у вас, вы покупаете кислот, да? Каждая партия, кто-то 2 месяца, кто-то 3, а кто-то 5. Всё зависит, в каком весе мы их купим. Берём, начиная от 150 килограмм, когда он стал самостоятельным, и берём до 300 килограмм. Раньше мы не брали, сейчас берём и 300 килограмм. 300 килограмм он более быстро набирает вес, интенсивно. Ну, в деньгах немножко это дороже, бычок получится. Сегодня где-то цена на молодого бычка 250 рублей. 250 на 300, умножьте, это 75 тысяч голова. Но это тоже не страшно. Своё мы заберём. Зимой спасёте вы или нет? Ни в коем случае. Зимой весь скот стоит вольера, да. Сейчас он на пастбище у вас лебенка? Некоторая часть на пастбище, основная на откорме. Ну, пастбище уже готовые у вас для пастбище? Да, да. Они всё время готовы, там электропастухи стоят, проехали, прожили. А есть кровать, так что есть? Сейчас есть кровать, так что есть? Сейчас есть кровать, так что есть? А что это так у вас есть, а у вас нет? Не знаю. В прошлом году три месяца были осадки. Да, и не в прошлом году, и до самой зимы, блин. Три месяца дожилили. У вас не было дождей? Нет, были, но трафы у нас нет. В этом году невозможно было на работу проехать. Пять километров бездорожье. Кировцы топли. А маточная, не хотите поголовье своё? Пока нет. Мы не получим той маржинальности, на которой мы получаем на быке. Но я чувствую, что это придёт скоро. Благодаря Министерству северского хозяйства. По поводу, вы говорите, электропастухи. По федеральному закону, там предусмотрено, что ограждение требуется, которое препятствует проникновению хитих животных. Хитих фаунок. Да. Как вы с этим вопросом регулируете? Ну, я не знаю, вы первые мне этот вопрос задали. Ответа я на него не знаю. Никто нас не беспокоил. Я могу только добавить, что пролетарский район лидирует по мясному животноводству и развивается стремительно. Вот благодаря этой отрасли. Я почему в этот вопрос, я когда зашёл в ветеринарную службу, говорю, вот я планирую заняться животноводством, хотел спросить у вас, какие требования. Ну, и говорит, читайте федеральный закон, там всё написано. Ну, я пошёл читать этот федеральный закон, а там вижу требования обязательные, наличие ограждения территории по заборам, который препятствует обратно. Скажите, а какой это забор должен быть? От каких же у вас от носей, от ударов? Ну, это уже вопрос риторический, давайте не вникать в нюансы. Мы к нему вернёмся, или до вас поступит жалоба? Вы неправильно поняли. Ферма, ферма у вас должна быть огорожена забором. Но электропастухи сюда не имеют никакого отношения. А ферма, да, на вашу ферму ни лисица не должна зайти, ни собака, всё это, это действительно так, да. Вы вопрос неправильно поставили немножко. Алексей Вячеславович, а вот сколько времени находится стадо в огороженном участке электропастухом? Вы потом, через какое-то время снова туда можете вернуть это стадо в течение пластмичного сезона? Один раз они там поставили? Ни в коем случае. А как? Они там бывают один раз. Один раз? Потом, когда они... И сколько этот раз длится? Ну, сколько длится, всё зависит от закупленного скота. Какой вес? Ну, я приезжаю, смотрю на них, достаточно им пастись. Я визуально определяю вес там. Ну, могу ошибиться, 10-20 килограмм там пусть. Определили вес, всё, загнали их на площадку. А на площадке начинается самая тонкая работа, о которой я ничего не сказал. Это самая тонкая и ответственная работа, которой должен заниматься или хозяин, или очень исполнительный работник. Это начинается. У нас вот скот, который приходит на площадку. Площадка с длинными корытами. Надо приучить этого бычка к интенсивному поеданию комбикорма. Начинаем с 500 грамм на голову. И ежедневно добавляем, добавляем на голову там по 100-150-200 грамм. Больше нельзя. Потому что кишечный тракт у них очень сильно реагирует, может остановиться, вздутие и всё. Вот эта процедура длится 15 дней. Когда у нас уже корм лежит в волю, всё, вот эта болезнь проходит, контроль за ними уменьшается, они привыкли кушать столько, сколько он сможет. Поедает он вначале, ну, 7-9 килограмм, и всё, больше он не съест. Он в основном кушает для жвачки сено-солома, а так в основном он лежит. Вот почему хвалят привязное содержание. Это немножко затратно, но привесы лучше и движения меньше. Смысл в чём надо догнать бычка? Требования мясокомбината. Вот молодой человек выступал у нас, поставить качественную говядину. А качественная говядина начинается выход мяса на кости не менее 200 килограмм. Бычка забили, мясо сважили, вот это уже первая категория. От 200 и выше, там, ну, до 400. Всё, что выше 400, это уже цена будет меньше. Вот за эту говядину вы получите хорошую цену. А вот что, вот сборный скот, ну, нападающий, инфекции, инвазия, как? Когда приводится скот, ставится на другую ферму, на карантин. Берётся кровь, этим занимаются ветрачи, у меня с ними договор. Я туда не касаюсь, они отвечают за всё. Взяли кровь, сделали 3-4 прививки, всё хорошо, вот он пошёл на пастбище. Как бы выдерживаем карантинный срок. Эти все прививки займут где-то месяц. Алексей Вячеславович, вы продаёте телят на племян. Нет, телят мы не продаём. Мы продадим готового бычка. Готового бычка. То есть вы чистопородностью занимаетесь? Да, да, да. С Хакасии у нас хороший скот, мы привозим. Аберлидинан гусов, чистый, геррифордов привозим с племенных хозяйств, где большое количество покупаем. И оттуда, да, люди приезжают, выбирают экстерьер, порода, всё, кому что нравится. Кому-то нужно случку 400 килограмм, кому-то 500. Каждый подбирает под своих, что у него там, первотелочка, линетель, старая корова. Но заплеменяться вы не планируете? Ни в коем случае. Почему? Это бесполезное дело. Прибыли мы там не увидим. Сегодня заплеменение ничего не даёт. Абсолютно. Министерство не даёт ни субсидий, ни дотации на это дело. Хоть я этот закон пробивал и пробил в Государственную Думу о заплеменении индивидуальных предпринимателей. Я пробивал 15 лет. Вот он вышел год назад. Но уже поздно. Маточное поголовье уничтожили и перешли на откорм бугая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова